ну что ребятки всем привет мы снова с вами из компания грамол готовим всякие разности вкусные полезные и так далее и сегодня у нас сырники не просто сырники сделаем их какие-нибудь там с изюминкой у нас есть творог винджа сыр 9 процентов кокосовая стружка кокосовое молоко желтки какие-нибудь цитрусовый манка или мука можете менять как хотите соль сахар орехи ванильный сахарочек по поводу творога какой нужно какой не нужно те кто там любит вы чем не говорят меньше процент жирность там меньше колораж бока не так сильно растут это конечно все здорово но когда вы и готовите сырник из нежирного творога вы потом ищите жирную сметану чтобы этот нежирный сырник макнуть в жирную сметану традиционно пытаемся усидеть на двух стульях берем средней жирности 9 процентов если у вас есть зернистый творог а вам надо мажущиеся кремоподобные вы блендер очкам проходитесь 350 украинских грамм здесь у нас творога 20 процентов берем манки или муки как только мы добавили или манку или муку обязательно соль потому что когда контачит манка с мукой или солью все это лучше взаимодействует клейковина там фон 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 и по не более плотники обязательно щепотка соли есть сахар сахар по вкусу кокосовая стружка тут пару столовых ложек орешки миндаль сегодня можно добавить фундук можно добавить кешью если вы лакшери сегмент можете добавить какой-нибудь кедр орешки надо нарезать помельче 2 желтка цедра можете хоть одного добавлять или вообще не добавлять мне нравится цитрусовые поэтому я миксану чуть-чуть такой чуть-чуть такой трем до белого белая горькая зеленая вкусная я добавлю ванильный сахар вы можете его добавлять можете не добавлять мой кто-то любит еще добавлять как их там называют разрыхлители тесто чтобы они там попышнее были можете добавить я не хочу всю эту штуку мы перемешиваем до однородной консистенции добавили два желтка но видно отвару мало добавим еще 2 теперь очень важный момент наша задача сейчас закрыть это пленочкой и убрать на 10-15-20 минут в холодильник чтобы та самая манка успела набухнуть и сама собой зафиксировал бы нашу творожную массу это обязательное условие можно даже не на 20 минут если на ночь это будет вообще пушка поэтому сейчас оставляем и через 20 минут встречаемся возле этой доски наша творожная субстанция постояла и теперь можно формировать сырники это мука уже обычная не манка звучано классично мука мучим руки два варианта развития событий есть сырники педантов есть сырники просто людей которые едят сырники первый делаем просто сырник покатали 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 приплюснули это сырник теперь сырник педанта покатали покатали теперь берем нож его тоже мучим и делаем вот эти вот нехитрые телодвижения и таким образом вы можете делать их идеально круглыми идеально плоскими идеально высокими идеально низкими сырники сформированы греем сковороду сильный огонь нам не нужен среднестатистический растительное масло нам не нужно только баттер только сливочная берем наши сырнички они в муке сильно немного иначе это будет лыва один сюда опача ждем пока нижняя сторона станет золотистой бодрой румяной почему не на сильном огне потому что сырники у нас не низкие они такие сантиметра 2 наверное то есть наша задача их прогреть еще хотя бы там на треть и только потом переворот прогреть и не спалить края пахнет уже цитрусом ведь на цедра начала выпускать там свои эфирные масла эндорфины пошли фантазии пошли чуть-чуть о боже вот он смотри тот самый бодрый сырника котором с удачи от пол харькова то есть вариант а конечно накрыть крышкой и дожарить но это конечно не камильфо потому что в одном предложении нельзя 100 ставить слова жарко и крышка вариант b мы должны их запечь тоже будет классно но мы сегодня сделаем чуть-чуть еще интереснее чтобы прогреть середину скорее всего в третьем варианте в третьем варианте нам нужна какая-то жидкая среда и вот же она нас дожидается то есть именно для этого нам сегодня нужно кокосовое молоко я сейчас налью сюда она закипит и в кокосовом молоке сырнички проварятся и станут готовыми на все 100 я думаю к стакану мне наверное весь не нужен нужно меньше все ждем полной проварки наших сырников я думаю на это уйдет минут 5-7 прошло на самом деле меньше чем 7 минут но наше молоко которому сюда она практически выпарилась и немножечко захустела из-за остатков муки и так далее это как раз превратилась в кайфовый соус кокосовый соус к нашим будущим сырником поливаем остатками нашего кокосового соуса и уже для декора можно натереть сверху цедры наши кокосовые сырники готовы уверен как всегда у вас все получится и все понравится поэтому ешьте и готовьте с удовольствием и конечно же с компания агромол всем пока